Анна Рэй «Мне?» – оживилась Валежка. «Эли с кем? Она старше, сперва нужно пристроить ее». Тяжело вздохнул папенька и покосился в мою сторону. «Не надо меня никуда пристраивать!» – возмутилась я и отвлеклась от чтения свежего выпуска аптекарского вестника. Даже отложила в сторону булочку. «Ух, чувствую неуемное желание отца выдать меня замуж, что добра не доведет. Казалось бы, должен угомониться после того, как в прошлом году сосватал мне сына своего приятеля-банкира. Жених позорно сбежал за день до свадьбы, а я была уверена, что после такого меня оставят в покое. Как раз собиралась пойти поучиться на целителя. Но нет же. Мой отец, Адам Кошмарик, известный в Альмерии владелец аптек, буквально крезил о том, чтобы поскорее выдать нас с сестрой замуж. У красавицы Валежки ухажеров было видимо-невидимо, а вот у меня точно невидимо. Все равно, что искать живого на кладбище. Нет-нет, там я точно искать не буду. Я не некромант, а приличный светлый маг, пусть и с самым скромным резервом. И с такими же скромными внешними данными. Но тут уж папенька постарался. Невзрачный цвет волос и небольшой рост я унаследовала от него, как и пухлые щеки. Конечно же, я мечтала похудеть. А кто не мечтает? Но такая уж у меня комплекция. Кость широкая. Вон младшая сестрица за обе щеки пирожные уплетает и хоть бы что. Изящная блондинка Валежка была копией нашей покойной матушки. Сестрицу, как и маменьку, кроме нарядов и ухажеров, больше ничто не волновало. Это я грезила об учебе. Но последние два года занималась тем, что помогала отцу управлять аптеками и варила зелья красоты. А как иначе? Когда мама покинула сей мир и ушла за занавесь, сестре стукнуло шестнадцать. А мне исполнилось восемнадцать. В тот год я должна была отправиться на обучение в магический пансион. Но планы изменились. Отец принялся отопить горе в вине, заодно и семейный бизнес пошел ко дну, вместе с нашим банковским счетом. Сначала я спасала папеньку из лап зеленого змея, потом из лап кредиторов, а затем и работу наших столичных аптек наладила, заполонив их популярными удам настойками красоты. Отец недовольно ворчал, что некогда приличное заведение превратилось в забегаловку. Но именно мои простенькие магические примочки красоты стали самым ходовым товаром в аптеках кошмариков и зелья и вновь сделали бизнес прибыльным. И кто же тот несчастный, согласившийся взять меня в жены, на всякий случай поинтересовалась у отца. А главное, где ты его нашел? — На этот раз я доверил выбор магическому шару архимагистра Страшневицкого, — с гордостью сообщил отец и пробурчал себе под нос, раз все женихи, найденные мной, разбежались. — Ты обратился к аферисту Страшневицкому? — охнула Валежка. — Его же судили за незаконные махинации. — Он не аферист, а оккультист, — поправил сестру отец. — И его оправдали. Да, он ушел из королевских звездочетов, но у Лера Страшневицкого теперь частная практика с солидной клиентурой. Многие аристократы обращаются к нему за помощью в подборе невесты. — И сколько ты заплатил этому афи... оккультисту, чтобы сбагрить меня замуж? — нахмурилась я. — Между прочим, жених сам выбрал тебя из нескольких кандидаток, предложенных ему магическим шаром. — поторопился ответить отец, явно не желая обсуждать затраченное на этот выбор средство. — И почему сразу сбагрить? Это лучший жених из всех, кто у тебя был. Я обреченно вздохнула. Спорить с папенькой было бесполезно. Мы уже прошли все стадии, от мирных переговоров и убеждений до ссор, шантажа и побега из дома. В итоге самым действенным способом оказалось тайное вредительство. Но для этого мне необходимо познакомиться с избранником поближе. — Да кто жених-то? — нетерпеливо повторила мой вопрос Валешка. Отец многозначительно произнес. — Ректор провинциальной магической академии. — Провинциальной, — скривилась сестра. — Да еще и ректор. Значит, старый. — К тому же безумный Коль искал жену при помощи магического шара, — поддакнула ей сестрица. — Жених совсем не старый, ему еще нет тридцати, — возразил отец. — Светлый маг высшей категории, аристократ. В Протумбре его многие знают. — Мы не знаем, потому что здесь столица, а не провинция, — резонно заметила Валешка. — А тридцать уже пожилой. — Я фыркнула. Ухажеры восемнадцатилетней Валешки были ее ровесниками, и все, кто старше двадцати, казались ей пожилыми. Меня, в отличие от сестры, ни возраст ректора, ни он сам не волновали. А вот провинциальная магическая академия очень даже заинтересовала. Ведь с недавних пор там на целительский факультет принимали девушек. И если для того, чтобы поступить, нужно временно стать невестой ректора, я согласна. Потом придумаю, как отвертеться от брака. — Когда смотрины? — продолжил расспрос и сестра. — Смотрин не будет, — категорично заявил папенька. — Брачный договор я подписал, приданно обговорил. Свадьба следующим летом, когда в академии закончится учебный год. Ректор очень занятой человек. — Жених что? Даже не познакомится с нашей Лизкой? — возмутилась Валежка. — У алтаря и познакомится, — проворчал отец. — Видимо, не желал представлять меня жениху заранее, памятуя о прошлом провале. Нет, я, конечно, понимаю, что не такая красавица, как сестра, и нечего раньше времени расстраивать будущего мужа. Но все же обидно. А поговорить? А обсудить мое поступление в академию? Неужели папа думал, что я при первой же встрече подсыплю ректору отворотное зелье, как предыдущему жениху? Или подолью в чай слабительное, как еще одному ухажеру? Да связываться с ректором магической академии себе дороже. Я, может, впервые в жизни согласна с решением родителя. Жених меня заинтриговал. Вернее, возможность учиться в его академии. О чем немедленно и сообщила. — Никакой академии преждевременных встреч, — воспротивился глава семейства. — Знаю я твое знакомство. Мне нужно, чтобы жених благополучно добрался до алтаря. Желательно живой и здоровый. Поэтому ты, Лизка, на год отправляешься в закрытый магический пансион. Будешь учиться хорошим манерам, танцам, овладеешь бытовой магией и, наконец-то, похудеешь. — Мне? Худеть? Я с ужасом вскрикнула и потянулась к пирожку. Чувствую, он будет последним в моей жизни. Хочешь замуровать в закрытом пансионе до свадьбы? — Папа, это же меня ты обещал отправить в элитный пансион учиться танцам. И Лизке они ни к чему, — надула губы сестра. — Тебя отправлю в следующем году. А пока ты поедешь к тетушке Лишбет в лекарню. — В глушь? В деревню? — округлила глаза Валешка. — Там же нет ни приличных магазинов, ни развлечений. — Вот именно. — Согласился папенька. — Дочери мои, вам пора повзрослеть. Одна днями напролет шастает по светским раутам и бегает на свидание с бесперспективными женихами. Другая не вылезает из лаборатории. Уже три взрыва устроила. На наряды и зелья все деньги извели. Так и без приданного останетесь. — Ну, как же так? — мы с сестрой попытались возразить. — Молчать, когда отец говорит! — заорал родитель и схватил графин с горькой настойкой на лимонных корках, которую употреблял вместо успокоительного. — Моя задача — удачно выдать вас замуж. Именно об этом перед смертью просила ваша мать. А для этого тебе, Элиска, нужно заняться внешностью и манерами, поэтому ты едешь в пансион. А тебе, Валешка, прочитать хотя бы одну книжку и научиться экономно расходовать средства. Твоим обучением займется тетя Лишбет. У этой скряги каждая копейка на счету. Уезжайте сегодня. Идите собирать вещи. Я пыталась объяснить отцу, что тетушка Лишбет вряд ли сможет обучить Валешку хоть чему-то. Старушка была подслеповата, да и слышала плохо. Мне ли не знать. Я регулярно переводила ей средства на дорогущие целебные микстуры и на очки с магическими линзами. Да тетя до сих пор считает, что у нее не маразма, а харизма. Старушка видела нас лишь на портрете и толком не разберется, какая именно из внучатых племянниц к ней приехала. Я замерла и неожиданно для сестры согласилась с решением папеньки. Потому что, кажется, она шла выход. Вскочив из-за стола и буркнув, что мы отправляемся собирать вещи, потянула за собой рыдавшую в голос сестрицу. Я знаю, что делать, сообщила Валешке, как только мы оказались наедине в ее спальне. Да что тут поделаешь? Целый год ни новых туфелек, ни развлечений, всхлипнула сестрица. А я так мечтала учиться в пансионе. Там изучают не только танцы, но и моду. Будет тебе пансион. Как? Шмыгнула носом Валешка. Мы с тобой поменяемся, подмигнула я ей. Как это поменяемся? Очень просто. Ты едешь вместо меня танцевать и шить модные наряды, а я... А ты отправишься к тетушке Лишбит? Наконец догадалась сестра. К тете я, разумеется, тоже заскочу. А на самом деле отправлюсь поступать в провинциальную магическую академию. Заодно и на жениха посмотрю. За что мне счастье такое привалило? Ничего не понимаю. Захлопала глазами сестрица. Как же ты увидишься с тетушкой, если поедешь в академию? А ты помнишь, где живет тетя Лишбит? Где-то в лекарне какая-то дыра на границе с Протумбрией. От нас очень далеко. Тяжело вздохнула Валешка, вероятно, представив захолустье во всей красе. Именно. Лекарня граничит с Протумбрией, а там рядом... Академия! Торжественно пояснила я. Остановлюсь у тети. Она со слепой не разберет, которая с племянниц к ней пожаловала. Совру, что посещаю курсы кройки шитья или кружок магического домоводства, а сама буду ездить на занятия в академию. Эй, Лизка, как же ты все здорово придумала! Ты такая умная! С восхищением произнесла сестрица. Тебе обязательно нужно учиться. Только боюсь, меня в пансионе разоблачат. Ведь они будут ждать тебя. Да кто догадается? Пансион закрытый. Деньги отец наверняка заплатил немалые. Так какая им разница, кто из сестер Кошмарик учится? А твоя провинциальная академия? Та еще дыра. Там тоже никого из знакомых не встретишь. Валежка вдруг нахмурилась. Только придется сознаться ректору в том, что ты его невеста. Он тебя по фамилии вычислит. Она у нас слишком известная. А я скажу, что документы потеряла. Не сдавалась я. Да что-нибудь придумаю. Главное поступить. Обязательно поступишь. И станешь лучшей адепткой. Обнадежила меня сестра и покосилась на шкаф. Ладно, Элиска, нечего время терять. Давай собирать вещи. Мне нужно столько с собой взять. И Валежка принялась вытаскивать из шкафа роскошные наряды, которые в один саквояж точно не поместятся. Я тоже отправилась в свою комнату паковать книги по анатомии, тетради с рецептурами и флаконы с ингредиентами для зелий. Уверена, и редкие сушеные лапки тысячелистниковой козявки, и настойка Ахирантаса десятилетней выдержки мне обязательно пригодятся. Ведь я собираюсь стать лучшей ученицей на целительском факультете.